Человек Трудь на руки возьмется, пусть пройдет, по земле огромный коробок. Всем рада вас приветствовать, рада вас видеть у нас здесь в гостях. У нас очень интересная тема будет. Мы все живем в этой жизни, причем это у нас встречается каждый день в нашей жизни. Мы сегодня поговорим про безопасность питания. Питание такая вещь, что она вкусная, хорошая, безопасная, веселая. Всем привозит радость и удовольствие. Но, к нашему сожалению, сейчас очень много погодных камней. Еще наши бабушки, дедушки, они слыхали ни о каких добавках. А сейчас какую упаковку мы с вами не возьмем из еды, если мы начнем вчитываться в состав, из чего изготовлены те же чипсы, те же конфеты, чупа-чупсы, минералки, то там у нас практически вся таблица Менделеева получается. И уже нам не до хорошего. Уже ищешь упаковки, чтобы там хотя бы меньше было этих химических добавок и стояли бы они в составе подобных продуктов туда подальше. Потому что, если вы знаете, что продукт, маркировка, например, молоко, цельное молоко, стерилизованное, из чего оно состоит молоко, еще там чего-то. Вот самая первая добавка, значит, ее больше всего в этом продукте. Следующая добавка, если написано в составе продуктов, значит, вторая, ее уже поменьше, чем первая. И вот чем дальше стоит добавка, тем меньше масса этой добавки в продукте. Вот. Ну, скажем так, если все говорят о вреднике пищевых добавок, а зачем они все же нужны? И тут какой-нибудь солидный муж из сферы производства нам скажет, придаст голосу строгость и скажет, пищевые добавки Е придают изделию привлекательный вкус, цвет, аромат, условия хранения. То есть добавляете добавки пищевые в продукты, они могут годами, ну, не годами, месяцами храниться. Но является ли это пользой для нашего организма? Раньше все, раньше, еще когда наши дедушки, бабушки были молодые, продукты изготовлялись практически из натуральных компонентов, да? Если хлеб, то там у нас мука, вода, яйца, соль, ну, то, что как бы производит природа, да? Потом стали добавлять разрыхлители в химический состав, да? Из химических элементов, да, созданные добавки. Потом начали добавлять консерванты, чтобы они дольше сохраняли продукт. И в результате, раньше, ну, тоже как бы был закон, когда писали в состав продукта, входит то-то, то-то, то-то. И вот эти вот химические элементы, не как сейчас там Е, там, 111, Е, 211, да? Они писались формулами. Этих формул столовилось в составе продукта все больше и больше. В результате уже не хватало места на упаковке, чтобы их все переписать. И тогда, в 1953 году, в Европе решили, каждый химический элемент, который добавляется в продукт питания, маркировать буква Е и номер Е, там, Е, там, 211, Е, 314 и так далее. Есть добавки, которые, как бы, считаются относительно безопасными, там, при добавке. Но их тоже не рекомендуют употреблять детишкам до 5 лет. Это гурмин, он как бы в состав специи входит. Янтарная кислота, подкислитель, содержится там в соленьях, вареньях, в супах, десертах. И карбонат, магния, разрыхлитель, жвачки, эпидемцы и так далее. Здравствуйте. Так, а чё ж у нас здесь? Вот, посмотрите на таблицу, да? Таблица вредных пищевых добавок. Вот это вот всё, что мы употребляем в пищу со жвачками, с кортежами, с колбасами, с газированной водичкой. Вот это вот всё, это ненатурально. Это то, что создано в лаборатории. И это то, что находится у нас в лаборатории. То есть, для этого мы всё поедаем в большинстве плацерии. Видите, как они? Есть очень опасные, которые запрещаются в ряде стран. Опасные, канцерогенные. Есть добавки, которые уже вызывают расстройство желудка. Есть, которые кожаные заболевания, поедите, высыпают на кожу, осыпают, чешутся и так далее. Расстройство крышей, кишечника, которые влияют на добавки, которые при попадании в наш организм влияют на давление, когда начинает болеть голова, когда начинает болеть сердце. Есть добавки, опасная добавка для детей. Вот запомните, Е-270. Вот если вы хотите быть здоровенькими, вы когда покупаете какую-то вкусняшку в магазине, почитайте, посмотрите. Вот вы видите, Е-270. Скажите, мама, папа, я не хочу это. Да, ничего не другое. Да? Запомните, видите, написано, опасно для детей. Е-270 у вас. Голоски умненькие. Вы запомните? Е-запрещенные. Е-запрещенные. Последняя строчка вообще запрещенная. То есть, практически, они смертельны для человека. Есть подозрительные, которые под вопросом еще как бы исследуются. Вот мы сами сейчас перечисляли, да? Видобавки тут. Вызывают заболевания желудочной пищи. То есть, то, что мы едим, это не так-то безопасно. То, что мы вот эти добровочки едим, они у нас в организме накапливаются. Они очень плохо выносятся из организма и поэтому снижают иммунитет, бактериоз, да? Частенько болеют. И сейчас замечают, что детишки начинают очень много болеть. Потому что, то самое печальное во всей этой истории, что вот эти добавки, они входят в продукты, которые употребляют детишки, молодежь, которые любите вы. Ваффеки, печеньки, вот эти все с красочными такими, да? С прослойечками. Ярко-красные, ярко-зелененькие, да? Любите такие мармеладки? Не любите? Любите. Практически во всех продуктах питания присутствуют пищевые добавки. Ну, смотрите, значит, пищевые добавки, они несколько групп, определяются на группы. Есть консерванты, вот добавка, которая добавляется для консервации, то есть для того, чтобы продукт ходился очень долго. А как вы думаете, как действует такая добавка? То есть она, вот когда добавляют консерванты, она что делает? Она уничтожает, умертвляет бактерии, которые портят продукты, да? То есть она убивает микрофлору, вот эти вот бактерии, грибки и так далее. То есть, в принципе, попадает нам в организм, она тоже какую-то часть микрофлоры нашей, да, организма внутренне, она тоже как-то убивает. Дело в том, что человек, он намного старше, намного больше, чем бактерия. Поэтому, конечно, пищевая добавка не так сильно на него влияет, но она накапливает и вред приносит. То есть то, что у нас должно жить в организме, какая-то маленькая часть, она уходит от нас. Она нам очень нужна. Хотите ничего полезного стерять? Хотите сколько приобретать? Да? Красители и консерванты, стабилизаторы и запустители, усилители вкуса и ароматизаторы. Что это такое и с чем мы их едим? Можно ли в супермаркете найти продукты без химии? И почему яблоки, купленные на рынке, лучше есть без кожуры? Ответы на эти и другие вопросы в нашем репортаже. Современное поколение выбирает фастфуд. Бургеры высыпивают газировкой, колбасу предпочитают мясу. Сидит на лапше быстрого приготовления, пристрастилась к чипсам и сухарикам. Это вещество, которое изменяет вкус существующих продуктов. Да, это вещество, к которому может возникать привыкание. Если производитель его начал добавлять, то ему это зачем-то нужно. Может быть, для того, чтобы скрыть дефекты своего производства. Он это делает, может быть, для того, чтобы скрыть, что он заменил дорогой сырье более дешевым. Ограничить в России использование добавки наркотика, как они ее называют, благодаря депутатам фракции ЛТПР. Законосбор мы уверены, что это вестесущая ешка, тихий убийца. Мы достали крысу, крысы слепли, крысы ожирение получали, поражали внутренними органами, нарушается инструкция. Предлагаем тогда закон безопасности пищевых продуктов, нести поправку, чтобы поменять на порядке. На упаковке была четкая, большая, ясная надпись. Содержит усилитель вкуса. Однако пока блудомат натрия не запрещен ни в одной стране мира. Он входит в число разрешенных пищевых добавок, которых насчитывается уже несколько сотен. Человек ест то, что он ест. Этим принципом при выборе продуктов руководствуется эксперт практики по натуральному питанию Лидия Серегина. Поэтому отделы с сосисками и колбасами в супермаркете всегда входят стороной. Здесь вообще просто песня. Эмульсия шкурки, растительный белок, и, судя по всему, соль. Молоко сухой окраской, крахмал, нитритная соль, пряности. Ну, здесь я, в общем, никого не рекомендую кормить, даже что можно. Химически? Да, в упаковке. Мы сейчас, смотрите, они прочитали, да, сосиски. То есть, мы разливаем, что такое сосиска, из чего она сделана, кто скажет? Из всего, из всего. Из всего. Вот, мы считаем, из чего должна быть сделана сосиска. Из мяса. Из мяса. Нам сейчас перечислили, из чего она сделана. Из соль, из шкура, из сахарок, из сахарок, из сахарок, из сухого молока. Из сухого молока. Мясо мы услышали здесь? Нет. Мы услышали, да? Добавочим глюкомат натрия, да, употребляем. Очень опасная глюкомат натрия, да, употребляем. Содержится почти везде. Что она делает? Усиляет вкус и цвет. То есть, мы, наверное, продукт съели, нам мало, хочется что-нибудь вкуснее. Взяли с глюкомат натрия, да. Яркий, острый, ну, яркий такой вкус. Мы съели, мы хотим еще этого съесть, да. Мы уже обычный продукт едим, он же не такой вкусный. Что мы будем делать, да? Пойдем купим что-нибудь с яркой упаковкой. А что нам сейчас там дядечка говорил? Что на вес, на зрение влияет, падает зрением человека. Обмен веществ нарушается у человека, жизненные процессы замедляются. Происходит накапливание веса, ожирение. Начинает плохо работать сердечко. То есть, какие важные жизненные мы органы не затронем наши, да? Потому что нам хочется бегать, прыгать, улыбаться, все видеть, слышать, да? Все это у человека затупляется, да? Вообще, на этот момент. Человек ест то, что он ест. Этим принципом при выборе продуктов руководствуется эксперт-практик по натуральному питанию Лидия Серегина. Поэтому отделы с сосисками и колбасами в супермаркете всегда входят стороной. Здесь вообще просто песня. Эмульсии шкурки, растительный белок, и, судя по всему, соя. Молоко сухой окраской, крахмал, нитритная соль, пряности. Ну, то есть, здесь я, в общем, никого не рекомендую кормить, даже животных. Химическим стал даже хлеб и булочки. Здесь есть маргарин. Он имеет трансжиры в своем составе, поэтому это дешевый такой, изменитель масла, который в организме накапливается и не выводится. На полках со сладостями опасных ингредиентов не меньше. Вот этот яркий цвет, это что? Это красители. Это тратразин, который вызывает аллергии. Насыщенные цвета всегда должны настораживать, говорит эксперт. Сейчас я с вами еще одну вещь покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Птицы, насекомые близко, они не испорчены, да, тем, чем с этими добавками. Они из натурального все добавок, да. То есть они обходят, да, в виде чупачу? То есть даже не едят это муравьи. Пенечки. Красители и консервы. Для того, чтобы скрыть дефекты своего производства. ТПР. Законотворцы уверены, что это вестесущая и оттуда магнатрия не захрещен ни в одной стране. Пакеты всегда входят. Крахмал, нитритный такой, заменитель масла, который в организме накапливается и выделится. На полках со слабостями опасных ингредиентов не меньше. Вот этот яркий цвет, это что? Это красители. Тартазин, который вызывает аллергии. Насыщенные цвета всегда должны настораживать, говорит эксперт. Этот ярко-желтый напиток содержит заменитель сахара, аспартам. Насластители вот эти, они очень вредные и ряд стран запрещают применение. Однако среди пищевых добавок встречаются и полезные для здоровья. Яркий пример – агар-агар или Е-406. Этот порошок, получаемый из красных и бурых водорослей, добавляют вместо желатина в конфеты и торты. Вся польза морских водорослей, опять же, микроэлементы, какие-то витамины, плюс это тоже пребиотик и плюс у него есть такое чувство, что он при небольшом объеме, он дает чувство сытости. Опасность может подстерегать нас и на рынке. Такие полезные фурова и чернослив, селень и овощи часто содержат запредельные дозы нитратов и пестицидов. На грядке они прорабатывают инсектицидами против насекомых вредителей, а при транспортировке – газами против гребка и плесени, с инсектицидом и оксидом серы и Е-220. Любой производитель применяет и пестициды, и азотные органические удобрения для того, чтобы урожаи были высокими и быстрыми. Вопрос стоит в чем? Как это делают? То есть кто-то соблюдает правильную норму, кто-то нет. Покупаем самые ходовые фрукты и овощи и отправляем исследовать химико-токсикологическую лабораторию. В заключении, наши образцы пестицидами обрабатывали, но в меру. Поэтому перед тем, как есть, их достаточно тщательно промыть. Определить натуральность многих продуктов, говорят ученые, можно и, что называется, на класс. Необходимо всего лишь включить здравый смысл. Бывают яблок равномерно окрашенных, что это все-таки вещества, стимулирующие появление. Когда яблочка полностью красненькая, уже понимаете, что это обработанные яблочки. Если вы видите, например, напиток, который ярко-ярко зеленого цвета, просто таких цветов не бывает на планете Земля. Там написано, что это изготовлено только из натуральных продуктов. Включите логику и поймите, что таких продуктов не бывает. Ваше «нет» вредным примесям и добавкам единственный способ повлиять на производителя. И самое главное – сберечь собственное здоровье. Будьте более разборчивы. Не заправляйте свой совершенный организм третьесортным бензином. Иначе ваш мотор, предупреждают врачи, может заплохнуть в самый неподходящий момент. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отдельное открытие магазина с просроченными продуктами, чтобы, ну так скажем… У человека был выбор, да? Да. То есть самое главное – что мы должны делать? Включить работу… Блогику, да. Двоих мыслей. Правильно, да? То есть мы должны смотреть, что нам предлагают. Мы своим выбором, мы своим выбором, да? Если я не пойду, не куплю чупа-чупс, Алина не пойдет, не купит чупа-чупс, Нанил не купит чупа-чупс, Лада не купит чупа-чупс. Двенадцатая школа чупа-чупсы откажется покупать, седьмая школа откажется, производителю будет невыгодно. Он начнет думать, а почему мой чупа-чупс не покупает? Может тогда он туда добавит мед, орешки, да? Которые на воле, на природе выращены. И тогда это предложит нам. А до той поры, пока мы будем бездумно как бы идти на поладу у своих вкусов, до той поры нам будут придумывать все новые и новые добавки. Элементов химических много, в сочетании этих элементов огромное количество, поэтому придумать еще можно очень много. О нашем самом деле задуматься. Берем мы яблоко, смотрим. Если она у нас блестит, ровно окрашенная, в ярко-красный цвет. Вы на деревьях видели такие яблоки? Нет. Нет. Вот чем яблочко более незрачнее, тем оно, можно сказать, более полезнее и нужно нам. Что мы с вами говорим? Я сейчас надо определить арбуз. Расскажи. Расскажи. Данила, послушай. Тише, Данила, расскажи про арбуз. Ребята, слушай. Если арбуз такой беловатого цвета, это значит в нем очень много консервантных. Нитратов. Правильно. А если он очень-очень яркий, это значит, чтобы вообще консервант не добавляли. И еще надо поднимать хороший арбуз или плохой. Надо как-то там чуть-чуть подключать. Если там глухой звук, значит это плохой арбуз. А если... Звонкий. Звонкий. Звонкий, это значит хороший. Хороший, спелый. Молодец. Правильно. Еще такая вещь, но это не больше, конечно, не к вам, а к вашим родителям, как китратомер. Вот приходите в магазинчик. Такой приборчик. И вот вставляешь? А, коробочка. На нем такое стальное. Да, ну игла. Стальная иголочка, да. Мы в продукт втыкаем, нажимаем кнопочку, экранчик такой выбор. И там написано, если там красным высвечивается экран, это опасно, опасно, опасно. А если зеленый, значит все в пределах нормы. Крайне верить он экран. Да, Глеб? Мы это все видели в программе «Ребендор». В магазине. Тито. Девочки. Вот самое главное, что нужно замечать, это на свежем, но должен быть всегда темный. Или на то, как он ест. Должно, чтобы резалось не так гладко, чтобы оно, как же говоря, могло развихляться и так далее. Правильно, Глеб, правильно. Молодец. Видите-ка, я-то думаю, вы пришли неподготовленные, а вы и меня научите, и друг другом поделитесь. Молодцы. Думать, думать, читать, осмысливать все, что вам говорят. Но вот добавки Е, это еще тоже не, ну как бы, вещь неприятная, но человек на месте не стоит. Вернее, не человек, а люди, которые идут за прибылью за счет нашего здоровья. Есть еще такая вещь, как новая опасность нашего века ГМО, да, генно-модифицированные продукты. Вещь, скажем так, опасная тем, что мы не знаем ее последствия, так как действие ГМО на наш организм, он проявляется в течение более длительного времени, чем пищевые добавки. Пищевые добавки, консервов, перенесы, перенасыщение организма, мы, оп, отравились, переболели, побежали дальше. От ГМО оно накапливается, меняет наше ДНК, меняет нашу генетику, меняет возможности наших детей, значит, нашего дальнейшего народа. Вернее, мы сейчас посмотрим с вами, посмотрим. Посмотрим. Простаясь в курус. Там у меня есть. Клюк свет. Свет. 35 лет назад ученый Стэнфордского университета Пол Берг объединил в единое целое два гена, выделенных из разных организмов. Тогда впервые в истории исходный генетический код организма был изменен. В результате эксперимента был получен гибрид, который до этого не встречался в природе. Так был изобретен модифицированный табак. Всего через несколько лет в США начала развиваться индустрия создания геномодифицированных организмов – ГМО. Очень скоро ученые поняли, благодаря генной модификации растения и овощи становятся морозоустойчивыми, дольше хранятся, и их не едят насекомые. Если в ген, в молекулу ДНК, в сои или картошки или что-то вставить, например, ядовитый ген питонии, которая является страшным токсическим ядом, и ни одно насекомое мир ее не употребляет, то вся соя будет для них являться смертельно опасной. И повинуясь инстинкту жизни, насекомые не едят геномодифицированную продукцию. В результате урожайность повышается в десятки, сотни раз. В 1994 году в мире была представлена разработка генной инженерии – помидор «Фулавр Сава». Гены помидора скрестили с генами рыбы Камбалы. Раньше об этом писали только в фантастических книгах, а сегодня из таких томатов изготавливают кетчупы известной марки. В семя риса для большей сопротивляемости вредителям добавляют ген человеческой печени. Генетический ход картофеля содержит ген подснежника. «На самом деле это очень страшно, потому что какие гены, куда они попадут, и нужны ли они организм, и как они влияют на организм, и кто-то углубляет». «Я не рекомендую геномодифицированные продукты употреблять. Все должно быть естественно, что выросло, то и кушать». Всего в мире выведено около тысячи геномодифицированных культур. Но только сто из них разрешены к промышленному производству. Наиболее распространенные помидоры, соя, арахис, кукуруза, лис, пшеница и картофель. «К сожалению, в мире процесс контроля за распространением геномодифицированных всавок и источников вышел из-под картофеля. То есть идет генетическое завезение планеты. Гены контролируют строение клеток и тканей, их развитие, старение и гибель. Если по своей структуре и функциям гены нормальны, человек здоров и жизнеспособен. Такой генофонд обеспечивает биологическое бессмертие нации. По официальным данным, примерно 70% продуктов питания, продаваемых в США, содержит ГМО. В России эта цифра составляет пока 6%. Культура, над которой в настоящее время производится самое большое количество генетических изменений, и которая входит в состав всего... Сейчас, немножечко, да, озвучили. Только в Америке, да, процент ГМО. Они раньше начали эксперименты, работать в этом направлении. Начали, как бы, обращаться на это все. И 6% у нас. Сейчас, очень известный факт, американское население в Америке, да, у них есть огромное количество возрастов сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний диабетом, и, как бы, называют ожиреющей нацией. То есть, это раньше у нас, как бы, американцы, да, считались такие стройные, подтянутые, шустрые, физические, такие верткие люди, да. Сейчас, это, как бы, распроявшиеся определенным набором болезней. Так что, задуматься. Вот, еще не прошло сколько, ну, может быть, ну, не больше там, 15-20 лет. Вот, по крайней мере, конкретно то, что видите, заменен мир, уже вот видно. Большего числа продуктов – соль. Для справки. Соль – растение семейства Бобовых, родиной которого является Восточная Азия. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур, соль является одной из самых высокобелковых. Белок – основной биохимический компонент семян соль. Соевая колбаса, соевое молоко, соевый творог, шоколад, мясо. 95% импортируемой в Россию соль генетически модифицирована. Так получается дешевле. Ведущие компании мира даже детское питание делают генномодифицированное. Детские кремы, детские пасты, конфеты, батончики. Вот еще про соль, да, показали вам колбасу, как бы, соль, да? Вот, колбасу, что, ГМО, сою добавляют с добавками, добавляют глюканат натрия, да? Еще свойство глюканат натрия, он настолько перебивает вкус, свет и запах, что, в принципе, испорчившееся мясо добавит определенный процент этого порошка, и мы получаем с вами ароматно пахнущую колбасу. На самом деле, видя то, что мы увидели в настоящем естественном виде, мы даже в эту сторону не посмотрели, да? Не устали еще? Досмотрим? Досмотрим. Шоколадный, куда входит арахис и так далее, это все генномодифицированные продукты. Конечно, генетически модифицированные компоненты могут содержаться в восходе, в сомнении. И есть такие данные, данные университета о том, что если будущий папа ест около 20 чизбургов гамбургеров, слушаем, если папа, слушаем, что будет? Слушаем. Папы, будущее, все во внимании? Слушаем больше. И мамы тоже. Большая вероятность, что у ребенка родится с лейкемией. Лейкемия, рак крови. Человек любит быть с сексием заболевания. Школьник ест около 12 чизбургеров и гамбургеров, то он не только так же может быть со временем выгодно быть лейкемией, то есть уперация заболевания намного повышается. Не так давно была проведена экспертиза продукции известнейшей сети быстрого питания. В результате в составе гамбургеров и молочных коктейлей было обнаружено большое количество трансгенных компонентов. Мы, вы знаете, очень как-то легкомысленно относимся к вот этим баночкам с модифицированной едой. Мы не читаем. И если даже мы читаем, мы все равно можем купить. Потому что думаешь, ну, авось пронесет. Ты такой вечной русской авось. Мы должны немножечко как-то перебороть свой менталитет и быть более последовательным в своей любви к детям прежде всего, и к своим ближним. У меня есть не модифицированную еду, никакую еду, принадлежащую категорию фастфуда. Один раз поедет, в чем месяц вы едите, ничего страшного. Если вы в течение трех лет, это разведение, видите, эти трансгенные продукты, то это неизбежно придет к серьезному заболеванию. Хотя, вот, если человек не очень здоров, то вот такие вот симптомы заболевания могут проявиться и значительно быстрее. Это может произойти через, там, две недели, или даже через, там, несколько дней. Ну, в нашем кишечнике, например, содержится до 500 микроорганизмов разных веков. Появление вот этих вот генетических вставок, которые свободно гуляют в нашем организме, и встраивание их в генетические аппараты в микроорганизмы, приводит к тому, что эти микроорганизмы начнут вырабатывать неспецифические белки. Белки, которыми наш организм не распознает. Ученые Российского института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии провели простой эксперимент над крысами. По своей морфологии и биохимии они очень похожи на человека. Одну группу грызунов кормили геномодифицированной соей, вторую группу контрольную обычным формом. Спустя три месяца в крови грыз первой группы было обнаружено повышенное содержание белых грызных телец, изменилась структура мозга, почки уменьшились в размерах, их функции нарушились. Но это не самое главное. И какого же было вам удивление, когда более 50% крысят умирали в первом поколении. Они умирали в чем-то трех недель. И на самом деле была очень страшная картина. Когда потом, в дальнейшем, я пыталась получить второе поколение, вот здесь опять меня ждало такое неприятное, можно сказать, безвестие, потому что второго поколения не получилось. И это стало еще страшнее, потому что те, которые выжили, они оказались в бесплодии. То есть, посмотрите, какой эксперимент на мышах, да? Одни их здоровыми пищей кормили, другие пищи где-то бабка к МРО. Что получилось? Почему на мышах делают опыты? Потому что структура ДНК у мышей, она очень похожа, но, естественно, отличается от структуры строения ДНК человека. То есть, в результате эксперимента у первого поколения 50% крысят, в той группе, где ГМО ели, да? 50% мышат, они не выжили. А второе поколение вообще не принесло мышам, да? То есть, они остались без продолжения. То есть, все, второе поколение мышей проживает, умирает, и после себя ничего не оставляли. Не вернуйтесь. В 2004 году в Бельгии на форуме стран-участниц НАТО было сделано сенсационное заявление. Генно-модифицированные организмы могут быть использованы в качестве клинического и биологического оружия. Когда я слышу, что какой-то продукт попадает в разряд подозрителей, в частности, вот эти самые генно-модифицированные продукты, я их просто не ем. Они исчезают из моего зона в тот же момент. Я не хочу быть подопытным кроликом. Мне кажется, что это вообще просто ниже собственного достоинства попадать в какой-то эксперимент. Замечательная позиция. Не быть подопытным кроликом и не участвовать в эксперименте кого-то над собой. Позиция замечательная. В 2007 году московские власти приняли решение. Столица должна стать зоной свободной от ГМО. Первым шагом стала программа добровольной маркировки продуктов. Производители, прошедшие тщательную проверку в специальной лаборатории, имеют право наклеить на свою продукцию светло-зеленый стикер с надписью «Не содержит ГМО». Наклейка гарантирует, что содержимое ГМО именно в этом продукте не превышает 0,9%. В ближайшее время правительство намерено довести эту норму до 0%. Вот мы с вами немножко разобрали и посмотрели пищевые добавки и ГМО. То есть это такие вещи, на которые мы можем влиять своим выбором И тем, что мы задумываемся о том, что мы покупаем и что мы едим Но в какой-то степени это зависит еще и от других людей, не только от нас Так как у нас с вами сегодня тема безопасности пищевых продуктов Мы можем сделать кое-что для себя каждый день То есть мы знаем, что можем делать Мы можем есть побольше фруктов, овощей Перед тем, как их есть, мы что должны? Приходим, моем руки с мылом, моем фрукты, моем овощи И сейчас будет небольшой такой ролик, я вам покажу Пять принципов безопасности пищевых продуктов То, что зависит от нас каждый день То, что другой человек не может повлиять, кроме желания нас самих это сделать Это мы можем Отделяем сырые продукты от продуктов, которые подверглись тепловой обработке На доске от мяса они режем хлеб Подвергаем продукты тепловой обработке Такие как яйца, мясо Тепловая обработка при необходимой температуре проводится Используемся безопасной водой И безопасными сырыми продуктами Да? Попотребляем пищу Попотребляем пищевые продукты от продуктов Но вы можете защитить себя и вашей семье от болезней В том числе, чтобы защищать продукты от продуктов Успользуй их Вы также можете защитить продукты Сосиски А там сосиски как музыка Нет, как фон Вы не все в сосиске Включите Погодите, я включу на минутку ролик Будете считать, что там написано? Да Я буду почитать Данил, читать рисунку будешь? Да Кто? Юля, ты? Можно я? Данил, читай Сосиски Вы уверены, что там мясо и безвредные добавки? Недобросовестные производители могут нашпидовать продукт Массы консервантов, усилителей вкуса и прочей химии Это если не считать Также любимая колбаса может содержать и много нарусую Повторить вам? Нет, нет, нет Повторить вам Повторить вам Массы консервантов, усилитель вкуса и химии То, что вкладывает, собирают. Только что показали. Чипсы. А я вообще не люблю чипсы. Адик любит чипсы. Вредные чипсы. Вот читай мне о чипсах. Читай мне о чипсах. Вредные чипсы ваши. Сухарики. Молодец. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok